здравствуйте дорогие друзья наконец-то мы дождались интервью елены блиновской на канале ксении собчак и не зря мы так долго ждали потому что это было просто бомбой на каждом шагу я встречала те моменты которые стоит разобрать поэтому я это интервью смотрела несмотря на то что на скорости я смотрела его почти целый день потому что там на каждый вот каждое ее утверждение можно смело подвергать сомнению разбирать на составляющие вы знаете начало интервью меня немножечко даже испугала там елена такая вся в образе такая умиротворенная в состоянии дзен я подумала ну как же что же тут разбирать но чем дальше в лес тем больше дров поэтому не будем затягивать я себя уменьшаю тем более сегодня это все будет в записи если у вас будут какие-то замечания а я думаю что вы решите высказать свое мнение пожалуйста в комментариях под этим видео напишите во время премьеры вы тоже можете писать свои комментарии в чате я их просто смогу прочитать поэтому вперед первый сюжет и тут конечно же должна сказать что ксении досталось я думаю что больше чем со всеми другими интервьюированными которых она проверяла на прочность здесь конечно же была проверочка ксении собчак и очень серьезная но прям давайте смотреть и ну сочувствовать может быть ксении потому что но реально для этого нужно иметь очень хорошую психику но в чем мы лишний раз убедились что это психика есть у ксении получается что массу сразу должна сказать что героиня этого интервью на этот момент уже была довольно обозленной на ксению за ее неудобные вопросы ну естественно и демонстрировала всячески свое пренебрежение как вообще демонстрировать пренебрежение да вот так вот смотрите отвернулась то есть мне не интересно с тобой разговаривать да ну это конечно же хамство тем более когда ты работаешь ты же не только вот с ксении общаешься она общается сейчас с нами со всеми и вот таким образом она высказывает свое отношение к нам ну там будет много таких моментов где она абсолютно неуважительно относится ко всем она у нас королева она у нас наполеон поэтому ладно пусть это знаете такая песнь гордыни нашей сегодняшней героини это интервью но там столько всего мы нароем но здесь конкретном случае отвернулась подняла челюсть то есть мне вообще я настолько высоко по уровню развития что твои вопросы они настолько банальные что мне не хочется на них обращать внимание и презрение видите вот такая ухмылочка вот это вот натягивание уголков то есть я-то высоко кто ты такая ксения да кто ты я-то королева а ты что вообще и вот с таким лицом ксения задает вопросы эсэмэски а вот крутой специалист может подписчики посмотрит что ты сказала масса смс наконец-то с ее высот долетела на ее высоты долетела эхо вопроса от ксении собчак расслышала эсэмэски это было волшебное ключевое слово и на это пошла реакция причем реакция крайне негативная для человека который находится в состоянии дзен все прощения все любви которую она изначально там транслировать пыталась и в общем там дальше в свою маску в свой образ уходила конечно же это не состыковочкой многие из вас мне в комментариях когда я поставила на голосование многие из вас написали что что-то отторгает от вот этого человека да вот именно это лицемерие понимаете все это время она пыталась транслировать нам все все объемлющую любовь которую якобы ко всем испытать на самом деле она крайне неуравновешенный человек и вот видите как она взрывается при любом каком-то ну вопросе до который неудобен ей мне сразу появляется агрессия и смотрите как она отшивает ксению что значит массам эсэмэски тонн сразу стал такой металлический металл появился в голосе это сейчас вот честно сейчас прожить отвращение давайте отвращение и челюстью прям вы понимаете вот настолько много вот желчи ненависти ну как будто просто я не знаю ну естественно с другой стороны это же то что ее кормит это весь и ну я не знаю там весь не весь в интернете много версий но для нее это важное детище которое естественно приносит ей деньги и она за это детище сейчас намерена бороться да ну давайте пока позволим ей это сделать тем более ксения позволила несмотря на то что дальше она сидела как оплеванная но давайте смотреть видите я вижу перед собой базарную бабку которая ну там место этой бабки просто на рынке заняли да и она пришла разбираться вот вот такое вот я вижу а вовсе не человека до который в состоянии дзен всех любит и так далее но несостыковку это я уже сказала поэтому конечно же но здесь не вяжется да идем дальше вот честно а вот есть ксении конечно неудобно даже для нее это ну просто ниже плинтуса вот такого ну скажем общение да тем более перед камерами но как-то вот обычно она всех и патирует да вот таким образом а здесь получается что столкнулась с человеком намного более грубым и намного менее культурным скажем так потому что хамовит им более хамовит им да и даже ксении стало неудобно за такие высказывания но и она стала как-то с этой темы свежать и посмотрите вот действительно ксения в данном случае очень сильно подавлена она она растерялась и давайте понаблюдаем за растерявшийся ксении собчак это редко когда нам выдается такая удача давайте наблюдать или скину запах сейчас жестко обесцениваешь мой продукт массам эсэмэски а ты там какому-то гору хочешь это с чего это взяла давай мы как-то опираться какой потому что я не люблю мы не смотрите как она поняла что ксения с ней спорить не будет ну естественно у ксении свой интерес выдать и классный контент чтобы мы с вами смотрели да видите ксения готова пожертвовать своей самооценкой в какой-то степени до готова где-то прогнуться до для того чтобы сделать классное интервью елена это понимает и я думаю что она не не это понимает я поняла что она не так умна она она думает что ее все нас она настолько классная что ее все просто боготворят и поэтому все готовы терпеть ее выходки мне ну вот у нее такое мнение акси у ксении свой интерес но неважно по каким причинам но ксения сдачи не дала она стала снижать и елена соответственно почувствовал слабинку дальше добивает уже поверженного противника да естественно ей очень важно отстоять вот эту точку зрения да потому что это ее продукт потому что это ее заработок да если сейчас она позволит его как-то обесценить как она сказала то соответственно продажи упадут но очень надеюсь что после этого интервью как вот в одном из комментариев я прочитала да и ксении собчак интервью и сядешь да вот я надеюсь что хотя бы здесь упадут немножко вы эти продажи потому что там такой абсурд не слайд а елена блиновская но давайте смотреть дальше внимательно не знаю вот указательным пальцем елена очень часто пользуется и это неудивительно с ее манией величия она считает что может повелевать всеми вот если с вами вот так вот общаются прекращайте этот диалог если есть такая возможность потому что вами будут всегда руководить ну вот здесь вот такая маленькая поправочка на 3 говорить массовый смс я не дам в обиду ничего что касается меня если ты мне будешь говорить что-то про моих детей смотрите как проявляется подавленность у ксении собчак она как бы продолжает улыбаться да то есть эмоции немножечко застыли да вот подавленный человек вот и вот как раз так и можно определить когда он не реагирует дальше да он как бы закрылся да и вот в том составе в тот момент на какой эмоции он закрылся это эмоции у него и остается на лице да при этом мы видим печаль и она отворачивается и начинает как бы активно грести как будто там нужно на самом деле не нужно было грести это не что иное как жест манипулятор манипулятор мы используем для того чтобы успокоить свою нервную систему я надеюсь вам не мешают звук по фону у меня включил сазан поэтому но с этим ничего не поделать надо поэтому вот это вот как раз несколько признаков того что ксения находится сейчас в крайнем замешательстве ей очень неловко она действительно не ожидала такого выпада она задает всегда острые вопросы но вот так вот вот так резко никто ее не осаживал никогда и вот здесь ей очень неудобно а мой марафон это мой ребенок я вбрежусь как просто вот я сейчас выйду покажем интересно кто покажет ей вообще вот это вот мне даже интересно стало чем это она грозит ну ладно а ксения продолжает показывать свое замешательство до свой испуг в какой-то степени и смотрите дальше что она делает она отсаживается склоняется корпусом как бы наклоняясь и показывая то что она подчинилась все дальше не надо меня бить да не надо дальше меня унижать я уже согласна да я уже готова прогнуться я прогнулась не смотрит в глаза то есть все признаки того что ксения здесь в данный момент сломлена но недолго она была в этом сломленном состоянии уже сразу она пойдет в наступлении но наступление она уже будет делать более мягко надо безусловно при общении иногда и стоит осадить собеседника да если он ну вы знаете что он будет наглеть а ксения обязательно бы наглела еще больше если бы не знала что будет вот такая реакция конечно здесь не в общем то с одной стороны елена может быть и права в том что так грубо осадила но с другой стороны все таки здесь не увязочка понимаете вот не увязочка либо ты будь в образе и тогда доказывай все словами и без вот этих вот рыночных разборок до рыночных угроз брожу плюну хотя бы даже сброшу с лодки это было бы хоть немножко с юмором а в рожу плюну это вообще вы знаете по каким-то воровским я не знаю я не знаю если такое в каких-то кругах совсем уж низших да может быть это и ну можно сказать ну люди сидят и вещают намного миллионную аудиторию как бы здесь но надо все-таки как-то фильтровать свою речь я так считаю ну хотя если вы не согласны напишите об этом в комментарии а рейс масса людей если бы не нравились твои интервью я ни за что бы на него не пришла она последняя немножечко она стала сглаживать да уже смотрит на собеседницу уже так более-менее но поняла что перегнула палку ксения при этом отвернулась да она проглотила это но ненадолго она все-таки в итоге в итоге вот я когда посмотрела ксения очень хорошо и раскрыла да без каких-то очень жестких выпадов но очень грамотно вот на каждом шагу она не давала есть спуску но давайте продолжим наблюдать как все-таки ксении досталось еще там было просто так много моментов когда нам ну прям открыто проявляла агрессию что но я посмотрела и подумала боже мой что это за как это бандитская вот этот разбор когда вот при каждом случае она вот свой свою желчь свои свой негативище там там столько негатива там столько всего зарыто но давайте пронаблюдаем как раз это очень четко видно весь ее негатив как раз в том как она общается и как она опускает ксению собчак да на первом этапе вот там в лодке допустим может быть это было и уместно да но дальше но она просто очень грубый такой собеседник я не знаю тяжело было с ней общаться ксении я представляю конечно ей пришлось восстанавливаться какое-то время но зато мы получили очень интересный контент спасибо ксении вот ресурсное состояние для меня это когда ты ради этого готов поднять попу с дивана ухты елки-палки ресурсное состояние вот насчет поднять попу с дивана она говорит да как бы вот главное это поднять попу там и такое и прочее бла-бла которая ничего ну для нее может быть и так но она она же показывала да что она вся в состоянии джен вот эти паузы томные вот это саботирование сплошное да и то есть либо попу поднимай либо в джене находись значит ну вот в этом тоже противоречие да как бы это это очень много ну ладно это мелочи по сравнению с тем что мы дальше будем видеть а где тебя из него выбиваю что-то смотрите как она реагирует видите во первых пауза да то есть действительно она хочет дать понять ксении что она ее не уважает вы знаете вот она может быть она посмотрела этот батл с вероникой степановой но вероника мне намного больше понравилась вообще вероника умничка там было действительно очень грамотное интервью да без оскорблений без таких вот без вот этих базарных ноток а вот здесь прям такая ну ладно получается смотрите что она сейчас нам демонстрирует да в отношении к тени то есть это пауза не смотрит на собеседницу то есть дает понять что делай выводы сама вот за эту паузу это должна понять что действительно да ты меня выбиваешь из ресурсного состояния челюсть вниз держит так как будут эту открытую агрессию не показывает но смотрите как она этой челюстью вводит да вот это вот как раз человек зло ну сейчас находится в состоянии скажем так скрытой агрессии в отношении ксении но может быть не агрессии может быть это ее добрые какие-то чувства проявляются но как минимум здесь скрываемые эмоции и я думаю что все таки это ну вот негативные какие-то эмоции если я не права или права напишите мне об этом адам дальше напрягает подбородок поднимает брови такая интересная комбинация это как раз напряжение подбородка это попытка спрятать эмоции да ну как бы я не проговорю вам всех эмоций которые я испытываю но вы должны сами догадаться да и при поднимании бровей ну вот как бы вообще брови поднимаются в момент удивления когда человек это делает осознанно да вот в данном случае она же не удивлена она просто поднимает брови она делает акцент на этом то есть ты сама пойми пожалуйста да и я акцентирую на этом внимание да я акцентирую что ты должна это понять и должна понять что действительно ты меня выбиваешь из ресурсного состояния то есть вот столько вот этого всякого негатив чека идет вот этим вот прям слоем знаете так огромным слоем на том что она там позиционирует какая она добрая любящая как к ней там прикасаются и беременеет такой абсурд или это девка с цветами там все настолько срежиссировано настолько все это спланировано просто знаете для для таких чайников это все сделано она конечно же рассматривала это интервью как возможность вещать на еще большую аудиторию чтобы они больше узнали чтобы продажи поднялись но я очень надеюсь что после этого всего никто здравомыслящий вот этого бреда покупать не будет потому что судя по всему там такая халтура но давайте дальше я не очень люблю давать интервью не очень люблю выступает в том числе потому что вообще вот это вот весь этот выпад да вот с этой паузой при подниманием бровей это акцент на том что да ксения ты меня раздражаешь да я я к тебе отношусь очень плохо но дальше она немножко сглаживает как бы да сглаживает чтобы ксения сильно не расстраивалась ведь на самом деле в интервью заинтересована не только ксения ну и елена естественно и давайте смотреть видите а такой взгляд вниз сначала такие притки и видите а потом так смотрит взгляд в упор и с презрением вы видите глаза не улыбаются улыбается только рот такая натянутая улыбочка с ненавистью смотрит да вот это вот как раз такое опасное выражение на правда вот ребят это какая-то решала вот решала с рынка которая придет и вас просто осадит в любом вообще состоянии при любых обстоятельствах если ей это надо ксения собчак которые такие притки как ксения собчак ну вообще такое сплошное пренебрежение вообще я я в шоке шоке просто и самое неприятное ну хотя не знаю самое ли это неприятно ведь ксения собчак здесь можно сказать олицетворяет нас всех олицетворяет покупатели этого курса и я уверена что там не все так гладко но об этом мы еще поговорим там есть много всего что я вам покажу все время куда-то бегут гребут а еще ей очень не нравится активная жизненная позиция ксении и она всячески пренебрежительно и об этом отзывается то есть все что не входит в ее восхваление себя да все это надо высмеивать и вот здесь в данном случае она это делает вот заставляют скакать в их ритме у меня свой ритм почему сказать что я зарабатываю миллиард это пошло я езжу на rolls-royce не пошло потому что мой ответ на то сколько я зарабатываю нужен не мне а тебе изо всех сил показывает вот это пренебрежение ксении да то есть это ты пришла за интервью это тебе нужно да кто ты такая чтобы у меня у королевы спрашивать да а rolls-royce нужен мне мне нравится показывать свои счета непонятным людям но когда ко мне приходит допустим на интервью непонятным людям то есть еще один акцент на то что да кто ты такая вообще но это просто узнать сидит и унижает 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 изо всех сил вот знаете когда человек вот так с вами общается да он да даже уже от ксении там до вопросы она пришла для того чтобы задавать вопросы да она ведет себя профессионально а вот в данном случае елена блиновская ведет себя абсолютно непрофессионально потому что она поднимает свою самооценку общаясь таким образом понимаете ей надо обязательно лишний раз пнуть лишний раз утопите лицом в грязь собеседника чтобы почувствовать какая я клатная вот это вот просто так говорят ну давайте в трех шагах что мне нужно сделать чтобы сбылось мое желание блять ненавижу ресурсная наша прям такая вся я в состоянии дзен как смотрите как она ненавижу говорит отвращение челюсть закрывается вопрос потому что для меня это как раз про эту самую халяву потому что на самом деле ну да какая халява я бабки рублю ребята вы чё пришли тут мне три шага у меня спрашивать если б я в три шага рассказывала я б не была такой богатой деле закапываясь во всех этих проработках ты тупо хочешь хорошего мужика нет я не хочу хорошо мужика конечно елена очень сильно дала маху но это и понятно там вот по поводу образования у меня много вопросов мы к нему сегодня подойдем обязательно значит вот тут тут просто знаете она сама же себя и проколола конкретно потому что она просто попыталась естественно да как человек который продает воздух она попыталась вся как все подвести под общий знаменатель и под этот знаменатель сделать общий продукт вот ей это выгодно а здесь получается что пришла такая а нет я не это хочу я хочу индивидуальной работы она индивидуальной работе вот елена она не знает что делать вот потому она пытается всех подвести вот к этим вот общим своим продуктом которые у нее рождаются каждые четыре что ли года я хочу себя поменять чтобы условно мне было в этом мире комфортнее большой видите как она обесценила как бы ну ксения здесь выступила в роли клиента который пришел да да и не вот человек вообще здесь каждый психолог понимает что для того чтобы наладить свою личную жизнь надо проработать сначала себя это понятно вообще даже не психологом я думаю понятно что надо разобраться в себе и тогда к тебе в жизнь все придет но елене это невыгодно зачем ей это ей надо дать вот эту волшебную пилюлю чтобы все купили там понемножку ну вот пожалуйста и елена там сколько она на день рождения 100 миллионов или сколько потратила я не обратила внимание на цифры но чтобы елене жить на широкую ногу все должны быть одинаковые а так не бывает мать и и было бы она реально психологом она бы этого не говорила этой чуши и и вот здесь вот она конкретно прокалывается но она прокалывается не только здесь она везде прокалывается но вот это вот и конечно же очень четкий показатель того что перед нами реально шарлатанский и различие между людьми которые сделали это искренне и который вова она конечно любит вот кстати вот такие вот разводилы которые впаривают втюхивают вот это вот все конечно же находятся люди мыслящие да и которые говорят ребят это не работает вот здесь как раз она и делит людей на класс и да вот мыслящие или какие ну она там как-то думающие или там какие-то в общем она назвала по-хорошему ту категорию людей которые по на по-настоящему на самом деле это просто доверчивые люди но она их назвала красиво для того чтобы они лучше шли в эту категорию да и скептики которые начинают как бы логикой все это взвешивать да и ну сомневаться естественно там сомнения на каждом шагу какую ксения их пыталась озвучивать ну вот и попала в плохую категорию а елене естественно нужны доверчивые потому что вот как раз на доверчивых ее курсы держатся просто пошли и где-то там за дверью послушали что происходит вот и пренебрежение такое знаете к тем кто скептически отнется да если бы они послушали сказали о елена бог то они бы не вызывали в ней такого негативного отторжения а здесь она даже не дает собеседнице слова сказать ксения пытается вставить то есть она купила у нее даже чек есть да она как бы говорит и слушай но я знаю о чем я тебя спрашиваю но это ей не важно здесь сидит богиня которую у кто-то усомнился в ее святости вы чего вообще ребят скрине мои продукты погружаясь в это и придя с интересом что-то познать в себе ты мои продукты не проходила если бы ты их проходила а так как оказывается она проходила не в том состоянии оказывается она недостаточно погрузилась недостаточно доверилась вот этой вот женщине до которая с напускной такой святостью но на самом деле крайне прям негативище из нее вообще ужасно вот вот когда присматриваешься по каждому пункту там такое вообще и ксения потихонечку это вскрывает получая очередную порцию желчи да но давайте смотреть дальше то мы быстро тогда сели и поговорили об их ценности пока универсальность так не кричи вот пока ты рассуждаешь так потому что меня это бесит когда говорят о книжку не читал но все это хуйня замечательно слово бесит кстати имеет ну знаете русский язык до имеет корень без и да и вот здесь очень четко вы знаете я посмотрела и действительно а такое ощущение что он ксения разговаривала с бесами вот вот реально в ней столько вот этой гордыни и столько вот всего вот этого с чем ну вообще люди которые идут к свету с чем люди обычно борются что люди в себе преодолевают а здесь вот просто наслоение и они естественно они бесятся когда начинают затрагивать то что делает их великими вот и все что мы видим а вовсе не такой прям ценный продукт она не дает даже ксении слова сказать ксения купилась ксения подготовилась к этому интервью и ей есть что сказать но тут включается и указательный палец и перебивание то есть ей вообще не интересно чужое мнение если ее не хвалят а если хвалите то пожалуйста давайте я вас послушаю да то есть вот любое возражение воспринимается в штыки но естественно как этот проработка тут конечно человеку погряз в собственных проблемах а в каких проблемах мы тоже кстати разберемся вот сейчас на этом видео вы поймете какая там проблема сидит очень серьезная ну вот я очень хорошо и много зарабатываю легко делать сколько примерно от меня потому что это ты лезешь мне в трусы у меня все данные официальные открытые просто когда люди начинают с отвращением да когда люди встречаются несогласны начинают что-то доковыриваться да они говнюки до того бегать и даже это жили с моей трусы например это это у тебя какие-то свои опять к трусам опять возвращаемся к истокам да я не пойму это ее фантазии лет и она там деньги хранит но судя по количеству денег наверное или пластиковые карты на которых лишь оттенки да ну это просто с ее трусами это на таз она там трижды или больше раз сказала про трусы ну и естественно о чем это говорит о чем человек но вот к чему человек при приводит то для него и важно я думаю что там какая-то сексуальная неудовлетворенность отсюда и злость и отсюда и все остальные проблемы да она может быть сублимирует свою неудовлетворенность в эти свои курсы да в эту свою успешную успешность и забабахала этот день рождения просто для того чтобы успокоить свою нервную систему так как эта нервная система в не проблема на проблеме сидит да и первая проблема она сразу ее озвучивает да здесь ксения очень интересную реакцию дала фантазии это к психологу видите у ксении глаза расширены то есть для нее конечно это трэш да даже даже для нее но даже может быть и не трэш и ксения стрелянный воробей может быть она просто подыгрывает и усугубляет нам с вами чтоб мы тоже этому возмутились да и включает открывает глаза глаза открываются когда человек испуган до отвращение отсаживается отталкивает ладони то есть но она может быть и усугубляет но здесь очень уместная реакция потому что настолько раз про трусы говорить да это как-то уже наталкивает на мысли какие я уже озвучила а дальше следующий фрагмент журналисты сидят будущее до перед ними сидит человек который просто полчаса молчит представляете человек приходит крадет полчаса времени у всей аудитории да эти люди ну журналисты это понятно люди которые очень ценят свое время у которых время это деньги время это информация они могли бы получить какую-то полезную информацию а здесь они позволяют мании величия этой барышни зацвести еще более бурным цветом да и естественно для нее это торжество ребят облизывает губы да да такой восторг ребята я я сделала это я украла время там не знаю сколько человек было у каждого по полчаса это сколько времени мои без и съели что называется да это получается тут такое вообще выше было многих кто-то не выдержал кто-то ушел ну естественно кто-то ушел ведь не у всех низкая самооценка и вообще будущее журналисты умеют ценить свое время да просто у тех кто ушел у них все нормально самооценкой а кто остался может быть просто из-за того что они довольно культурные для них я думаю тоже был хороший урок и в следующий раз если такое хамло придет на выступление да вся аудитория дружно соберется и уйдет и пусть сидит она в своем одиночестве эти свои полчаса не поднимает свою самооценку за счет этих людей вот она просто поймала их врасплох и вот таким образом себя потешила вот и все что она сейчас нам рассказывает после этого многие журналисты написали что я шарлатанка это еще мягко написали ах это блиновская да вообще слова сказать не может это и так и есть и видите челюсть сторону то есть ее это задело и ей это не понравилось конечно вот но потом через полчаса была крайне ну крайне адекватная речь у меня даю как для обычного понимания эти как она она очень не уверена кстати в этом и она понимает что не так уж она красноречиво изъясняется и видите вот локоть назад отставила конечно же она тешит тешит свое самолюбие но понимает свои какие-то особенности свои недостатки естественно но зачем зачем ей об этом говорить о чем ей об этом думать если она такая классная она украла у людей целых полчаса жизни такая красавица браво человеческое посмотрел интервью абсолютно искренне ответила на все вопросы но поджала подбородок абсолютно искренне до потешила свое самолюбие естественно вообще вот все у нее сводится именно к этому да и ей для нее самое важное в жизни это тешить свое самолюбие и ну вот это вот скорее всего это сублимация из-за неудовлетворенности сексуальность вот но они все тогда смогли это переварить но это и был в том числе целью кому-то на это понадобится вся жизнь ну да таким умным видом сказанные слова воспринимаются слишком серьезно на самом деле она сейчас сморозила полную ерунду просто кто ушел как я уже сказала правильно сделали а те кто остался просто более доверчивые более культурные более мягкие бывает так что просто не хотели обидеть такую звезду да и вот поплатились своими полчаса времени вот так вот вот такие вот божественные просветленные учителя инфопродуктов тешат свое самолюбие за счет людей до которые доверяют и за счет тех людей которые несут им деньги за счет тех людей которые приходят послушать что-то умное получают полчаса минусом из из своей жизни да ну вот вот так вот мы бы идем дальше давай помолчим хочешь ксения это неспроста вот вы обязательно посмотрите это интервью я под этим видео ссылочку сделаю если вдруг вам еще она не попалась потому что но я думаю это самое обсуждаемое интервью в скором времени станет потому что там столько всего было сказано так вот там все интервью она знаете вот так вот саботировала все вопросы делала большущие паузы поэтому ксения ну и вот показывала всем своим видом какая она умиротворенная такая просветленная на аксения вот бежит куда-то то есть вот я такая классная до королева а ты бегай вокруг меня но и ксения решила немножечко сбавить обороты и предложить ей просто посидеть помолчать и здесь очень важно было кто первый прервет молчание но ксения уже расслабилась потому что насколько можно уже получать по морде за свой за свой энтузиазм и она решила вот просто перейти на эту волну и просто взять начать пользоваться временем той же самой блиновской так как она просто взяла и воспользовалась временем ребят которых она держала в аудитории да поэтому очень грамотный ход со стороны ксении давайте посмотрим как это умиротворенная в потоке женщина как она выходит из этой дурацкой ситуации потому что она ну по сути она украла самого себя время да таким образом заметочку такую сделала ксения при этом с такой мыслью скорее всего хорошо давай потратим время до долго ли тебя хватит когда твое время использовать естественно не выдержала она когда поняла но до нее очень долго все доходит она не так умна как я думала мне казалось что она умнее да и она поняла что сама себя загнала в ловушку да ну и теперь она думает ну как из этого выходить начинает показушно потягиваться показывать как она выспалась боже какой бред какая вообще абсурд пришла на интервью и такая король от того что она демонстрирует вот это неуважение эту свою королевскую как бы выдержку да она не становится королевой ребят она просто знаете настолько я раньше за ней не наблюдала сейчас вижу такая базарная баба неприятная негативная столько злости столько желчи вот этих бесов это и вот это вот прямо ксении лицо просто браво браво ксения дать королеве дать исполнить весь ритуал да вот этот вот львиный да я такая красотка полюбуйтесь маной да я кладу боже вошла в ресурс да я из него и не выходила в руки попыталась натянуть улыбку но она она уже понимает что сама уже себя в этот капкан затащила и выходит из него пытается красиво ну и отвечает естественно раздраженно она же после сна она должна более мягко да я и не выходила и и при этом наклоняется то есть вот чтобы не увидели ее лицо на самом деле она понимает что но она злится она очень слан сейчас ну что поговорим ксения браво додала и выспаться готова и смотрите она понимает что не не съедет с темы да видите челюсть немножко вперед продвинула смотрите подбородок напрягла плечом а пожалуй труба готова какая реакция да я и до этого была готова и челюстью в сторону да ах какая она здесь злая боже мой какая она злая якобы я вот так выглядит когда человек разозлён но не может показать этого вот ради этого стоило смотреть интервью ребятам вот на каждом шагу столько всего скрытая я не знаю это надо 10 разборов делать потому что там батас что происходит да видите ну хорошо сколько в итоге немножечко дам косплея тебя сколько ты зарабатываешь то есть ну та сумма которую ты сейчас назвала это столько примерно я плачу налоговку видите как она вот здесь вот интересно оттягивает подбородочек да и это знаете вот в какой-то степени это вариант презрения я вот все думала как это назвать потому что по большому счету это но когда мы хотим сделать все правильно но мы и сделав все правильно мы этим начинаем гордиться да и вот у нас подбородочек оттягивается вниз ну то есть получается что 300 миллионов рублей она платит только налоги по со своих слов но при этом суммы своих заработков она то ли не знает то ли не озвучивает но так не прозвучало этой цифры она всегда вот это сводила к трусам просто ее трусы я чувствую станут каким-то мемом но условно примерная сумма твоего заработка не налогов а заработка в год там это 5 миллионов у дудя браво уходит от ответа сейчас мне понравилось это как кто ему киселев или кто ответил типа когда ты мне свой член вывалишь я тебе вывалю про член сказала и я уже удовольствие в ее лице увидела ну это это я это я так свой кошелек можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член ну я не вижу поводу сейчас это делать говорить о деньгах не очень прилично ну ты же не киселев ты приличный человек я приличный человек и ты зарабатываешь сама меня так воспитывали почему вот меня так воспитывали что это ну не делиться своими доходами не выворачивать ну трусы то есть знаешь это примерно вот из этой серии все к трусам ребят это вот три раза подряд она про трусы да конечно у нее в этом плане что-то на надо надо с ней работать но 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 перед нами гуру просветленный гуру да причем знаете самомнение просто вот кстати насчет того что сумму она так и не озвучила но при этом ну ксения это обращала на это внимание что она всячески показывает свой достаток и это не для бизнеса это как раз вот для того чтобы но до части для бизнеса показать какая я крутая но это в первую очередь потому что она очень любит хвастаться ребят для для таких людей которые которым надо вот унижать собеседника до для того чтобы поднять свою самооценку вот таким образом она унижает всех нас цель на для того чтобы показать какие вы говнюки да по сравнению со мной такой платный равняйтесь на меня да это работает и на бизнес в том числе но в первую очередь это работает на ее самолюбие и на то чтобы кормить своих вот этих самых бесов да дальше но тут просто знаете картина маслом лишний раз никогда не кричите на всех углах на чем вы зарабатываете деньги и сколько вы зарабатываете элементарно для того чтобы не плодить конкуренцию в той сфере которой вы занимаетесь когда люди начинают узнавать насколько это действительно приносит доход туда лезут те украшения секундочку еще раз давайте посмотрим извиняюсь что прервалась лишний раз никогда не кричите на всех углах на чем вы зарабатываете деньги и сколько вы зарабатываете элементарно для того чтобы не плодить конкуренцию в той сфере которой вы занимаетесь когда люди начинают узнавать насколько это действительно приносит доход туда лезут те у кого даже не идет божественный свет ну это просто браво оказывается она возомнила что от нее еще и божественный свет идет гордо вскинув голову оттягивая нижнюю губу ну да конечно безусловно будем верить будем да да что можно сказать вот все конкуренты которые в ее сфере до от вас ребята божественный свет не идет как от нее так что имейте в я смотрела и я была в шоке ребят не уже это это такое может быть а да по поводу ее образование давайте посмотрим ты говорила что у тебя что ты учишься в разных местах что у тебя несколько образований можешь об этом поподробнее рассказать к нет почему это как с деньгами за 1 смотрите как красиво она здесь включает ребенка да и включает такую вот игривую девочку до которой них ночи два друг говорить об этом а почему она не хочет никто не задумается вот это вот излишняя веселость вот как я часто на наших разборах говорю когда человек врет он начинает менять свое эмоциональное состояние либо он сдувается и включает покер фейс либо наоборот у него это эмоциональное состояние вдруг подпрыгивает до какого-то уровня девочки она начинает щепетать о том что она такая легкая белая пушистая и не хочет себя приземлять к таким вот каким-то проявлением реальной жизни да вот которые угнетают да вот вот это вот включение девочки как раз ты для меня включился такой сигнал вот здесь вот надо копать а значит дальше смотрите тоже мне так нравится не ответила ну то есть так обычно ведут себя люди которым нечего ответить знаешь это как с деньгами вот и складывать ксения там ей предложила какую-то отмазку она согласилась сразу же потому что ей нужна хоть какая-то отмазка да и вот здесь она пошла уже вот дальше доигрывать доигрывать чтобы вот это вот вот эту роль чтоб она максимально органично вписалась да вот в это ее вдруг веселое состояние лишь сейф или насчет закрыл да только было бы что класть она перед она сейчас рассказывает сказку сказки обычно так и рассказывать до максимальных эмоциями чтобы это было красиво увлекательно тем более эта сказка ничего общего с реальностью не имеет поэтому пошли вот эти вот образ знаешь вот есть это лицо это просто шедевр люди которые любят а вот вот это покерфейс у ксении покерфейс она сидит старается ничего не показать да вот казалось бы она ничего не показывает не не задает пока вот таких вот она дает человеку как можно больше вранья рассказать нам всем мешать значит всеми вот сертификатами дипломами и вот на фоне них вещь вот да вообще вот это сравнение с теми кто развешивает свои сертификаты не хотя быть сертификаты реальные хотя бы может быть надеюсь потому что в данном случае реальных дипломов у нее явно нет если есть то какие-то на полу левые непонятно какие ну вот почему потому что она не прятала бы их если бы там можно было их показывать потому что для нее это еще один толчок для бизнеса да то есть показывать свой профессиональный уровень это любой маркетолог мне подтвердит что надо не только достаток свой демонстрировать да действительно многие блогеры показывать демонстрируют достаток и так далее чтобы привлечь людей на то что вот посмотрите на меня я классный вот вы тоже будете на меня подписаны вы будете такими же да то есть это создавание такой иллюзии но еще и надо поднимать свой авторитет вот чтобы все видели в тебе специалиста причем здесь как раз и есть ну работа вот именно в этой сфере если бы у нее были дипломы если бы у нее было что развешивать она бы развесила просто она понимает уровень свой когда ну вот насколько как это опасно на ее уровне делать потому что на любом видео при этом хорошей камере если будет то мы рассмотрим что это за дипломы и можем это все проверить да если захотим ей это не надо зачем ей давать возможность ее вывести на чистую воду вот и все поэтому она их не пока они потому что они там хватит я хвастается я такая белая пушистая не хвастаюсь вот как раз по хвостовство она на первом месте так эти бесконечное образование только сейчас я параллельно да конечно вот языком говорить да она похвастаться конечно же любит но дипломы повесить это уже более опасно зачем это делать и научусь в четырех университетах да и это процесс который а не остановить ну конкретно она кого такая пауза и пошло медленнее и вперед о образы вот я кстати наблюдала она когда действительно о чем-то реальном говорит она вспоминает сюда смотрит на а здесь вот она пошла в образы пошла придумывать конкретный вопрос ее четко выбил из колеи сидит выдумывает и как на сейчас это все-таки направление действительно психологии психотерапии это все-таки вот эти вот слова которые она добавляет на это концептуальная избыточность когда человек ну как бы говорит честно честно да то есть он он сам то не верит но ему надо чтобы ему поверили да и вот она таким образом включить добавляет туда еще слов чтобы все-таки поверили вот я с больше словно говорю про честность и или там про еще каких-то слов добавлю и мне все поверят и в конце она еще там слова умная вставить надо обязательно решение квалификации в некоторых направлениях изучение новых модальностей новых модальностей но нормально для этого 4 института надо заканчивать я вам скажу что такое психологии 4 что такое модальности это восприятие то как человек воспринимает внешние раздражители это зрительная слуховая обонятельная вкусовая кинестетическая вот эти вот пять модальностей она изучает в четырех института вот 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 что она нам сказала понимаете то есть по сути специальности она так и не назвала ни одну из четырех потому что и там специальности какие-то модальности но в общем-то глубже мы этот вопрос разберем я думаю что я сделаю следующий эфир по этому интервью потому что там столько всего еще надо разбирать и невозможно это все уместить в один эфир поэтому сделаю вторую серию если вы под этим видео поставите мне побольше лайков ваша активность будет провоцировать меня на то чтобы я дальше разбирала это интервью пишите свое мнение не слишком ли меня переклинило но я думаю что я еще и была мягкая знаете такая клиника такой вообще трэш и я посмотрела я просто реально в шоке я не думала что это все так запущено вы давно меня просили разобрать ее там когда она пришла на пусть говорят там еще куда-то но на первом канале там к сожалению банят видео да и я не смогла его разобрать это пришлось бы убирать звук это много волокиты поэтому я все никак не добиралась и сейчас вот видите добралась и хорошо что сейчас потому что вот только ксения умеет так красиво выводить на чистую воду причем это было тонко и изящно просто классно если кто-то еще не видел это интервью я под видео сделаю обязательно ссылочку переходите смотрите и не забывайте мне поставить лайк написать комментарий перейдите посмотрите и ждите вторую серию потому что я мне прям знаете я уже набросала там много всего что можно еще показать и там еще темы остались кстати вот под моим видео напишите что еще хотите чтоб я вам там раскрыла я думаю что наши мнения совпадут на всякий случай напишите свое мнение об интервью и напишите свое мнение об этом разборе да я с вами на сегодня прощаюсь желаю вам всего самого хорошего не попадаетесь на удочку вот таких вот псевдо психологов или там мотива как она сильно это просто туши свет кидай гранату что за героиня у нас сегодня ну давайте я вас всех очень люблю желаю вам хорошего хорошего времени суток я не знаю когда вы будете это смотреть я вас всех очень люблю до новых встреч пока пока